В эфире канал Россия итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Уходящая неделя началась с кадровых назначений. Глава Крачева Черкесия Рашет Тимрезов подписал указ о назначении нового заместителя председателя правительства. Им стал Дмитрий Бугаев. Руководитель субъекта отметил, что его профессиональный опыт будет способствовать более эффективной работе команды правительства региона. С 2018 года Дмитрий Юрьевич занимал должность министра имущественных и земельных отношений республики. В правительстве Дмитрий Юрьевич будет курировать нацпроекты, связанные с цифровизацией, а также сферу земельных и имущественных отношений. По поручению Рашида Тимрезова, министр здравоохранения Казим Шаманов оценил готовность госпиталей по работе с ковид-больными, которые в настоящее время находятся в резерве. Он проверил техническое состояние медицинского оборудования, оценил готовность к приему заболевших в случае необходимости. В настоящее время министерством ведется работа по формированию резерва медперсонала. Основной упор будет сделан на тех, кто имеет опыт работы в ходе первой волны пандемии. Подводя итоги осмотра госпиталей, министр отметил, с учетом потребности и опыта, в республике сформирован двухнедельный запас лекарств, средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Госпитали оборудованы необходимой медтехникой. В случае необходимости они смогут быть полностью развернуты в трехдневный срок. Ковид-19, внезапно обрушившийся на человечество, жизнь многих семей разделена до и после. Безобидный вирус, слабее даже вируса гриппа, вдруг стал смертельной угрозой. С октября 2019, именно в это время, первые случаи заболевания и смерти произошли в Америке. И на сегодняшний день, по мировой статистике, ковид унес 774 593 человеческих жизней. Весь мир в ожидании следующего этапа эпидемии. Будет ли он, и если да, то каким? Сможет ли избавиться человечество от опасного заболевания? Выработать иммунитет против него? На вопросы вестей ответил Александр Трофимов. Смотрите репортаж Мадина Каракетовой. Март 2020 года для россиян стал началом настоящего испытания. Ковид-19 обрушился на все регионы страны. Маски, перчатки, санитайзер стали с тех пор неотъемлемой частью жизни каждого россиянина. С начала пандемии в России заболели около 923 тысяч человек, 15 685 из которых скончались. С такими результатами, казалось бы, пандемия стала отступать. Но заговорили о втором этапе. Александр Александрович Трофимов изучению коронавируса посвятил 36 лет. Во внушительном списке образовательных учреждений, которые окончил Александр Трофимов, Институт молекулярной биологии Академии наук СССР. Он автор диссертации «Диагностика коронавирусной инфекции иммуноферментным методом». Не один десяток лет проработал главным ветеринарным врачом в научной производственной системе, также научным сотрудником лаборатории респираторных вирусных болезней НИВИП. Вообще история коронавирусов началась в 1965 году. В то время открытие коронавирусов связывали, он не приносил больших вреда человеку. То есть это были легкие формы ОРВИ. Переносилась она достаточно просто и не придавалось никакого такого значения. Единственное, что для науки он был интересен. Так почему же безобидный вирус вдруг стал убийцей 21 века? Постарались люди, слишком далеко зашли в своих экспериментах, говорит профессор Трофимов. По его словам, коронавирус уже проявлял себя в 2002-2003-2004 годах в виде атипичной пневмонии, когда он назывался SARS, и также унес около тысячи жизней. Пережили и слава богу. Потом следующая вспышка произошла в 2012 году. Она произошла в Саудовской Аравии и в странах арабского мира. Медицина, к сожалению, неадекватно среагировала на ту вспышку и на вторую вспышку. С позиции 36 лет я могу сказать, что его можно контролировать, будем говорить, на условиях амбулаторных, на уровне дома, не доводя до больницы, если принимать решительные меры. Александр Трофимов на основании 36-летнего изучения коронавируса создал свою авторскую методику его лечения. И самое главное, по его мнению, мгновенная реакция на симптомы. Какие препараты? Очень простые. Рекомендация. Бисептол. Идете в аптеку, покупаете бисептол. Потом трихопол, фурзалидон. Все, достаточно трихопрепаратов, чтобы сразу активно контролировать ситуацию. Коронавирус, по словам Александра Трофимова, тем и уникальна, что попав в организм, способен активизировать тысячи и тысячи микроорганизмов-возбудителей. ОРВ только сотни, для сравнения. Если применить такую мощную противомикробную атаку, то достаточно трех дней, чтобы стабилизировать обстановку. Особенно это важно для людей возрастной категории от 33 до 66 лет, как особо уязвимого для коронавируса. И, конечно же, питание. Оно должно быть высококалорийным. В рационе должны присутствовать картофель, айран или кефир высокого процента жирности, мясо, в том числе и домашние птицы, бройлера. Если все так просто, так почему мы сегодня имеем столько случаев заболеваемости и даже летального исхода, сам собой возникает вопрос. Представьте ситуацию, как происходит. Человек затянул, привозим к больницу. Там тоже протяжка времени. И потом начинается. Потому что не подобраны антибиотики, лекарственные препараты. По тысячу этих возбудителей, как можно подобрать. Какая КДЛ, клиника диагностическая лаборатория, в течение 24 часов может подобрать антибиотики. Никакая. То есть в мире таких нет. И поэтому мы получаем такой результат. Сейчас общественность, только начинающую возвращаться к спокойной жизни, будоражит разговоры о надвигающейся второй волне эпидемии. Александр Трофимов обращает внимание на ее цикличность. Три месяца активность, три пассивность. Откуда он начался? Он начался с октября 2019, октябрь, ноябрь, декабрь. Это были самые мощные его вспышки в Китае и в ряде других стран. Тоже в Соединенных Штатах Америки. Потом январь, февраль, март он затишен, то есть снизился. Я не говорю, что его не было. В некоторых местах проявлялся. Вторая волна – это апрель, май, июнь этого года. Теперь, если брать третью волну, третья волна будет повториться октябрь, ноябрь, декабрь. Ожидается также, по словам Александра Трофимова, четвертая и пятая последняя волна, которая придется на октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года. То есть ковид-19 должен пройти круг в пять этапов. С 1 января 2021 года мы можем поднять такой бокал за избавление от этой инфекции. То есть вот это пятикратное прохождение всего населения по переболеванию приведет к такому мощному коллективу, коллективному иммунитету всей планеты, всего населения. Особенно вот этой части с 33 до 66 лет. И на этом дело, мы так сказать, он, ну будем говорить, уйдет на задний план. Его место займет грех. Что касается современных методов лечения вируса, Александр Трофимов считает, что мировая медицина недооценила его и не до конца поняла его сути. Водина Каракетова, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. В отделение Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии прошел брифинг. Журналистам рассказали о проведенных единовременных выплатах, введенных в связи с пандемией. Участниками программы стали более 16 тысяч семей. Они получили три вида выплат. Абсолютное большинство семей в республике уже воспользовались этими мерами господдержки. Однако немало и тех, кто по каким-либо причинам еще не оформил соответствующее заявление. Сразу несколько пособий на несовершеннолетних детей смогут получить семьи, имеющие на это право, и которые ранее не успели подать заявление на выплаты. Заявление принимается по 30 сентября включительно. Подать их можно через портал госуслуги или по предварительной записи в отделениях Пенсионного фонда. В рамках реализации 249-го указа президента территориальными органами Пенсионного фонда осуществляется активная информационно-разъяснительная работа. На сегодняшний день основная масса людей уже обратились с заявлениями, они рассмотрены и осуществлены выплаты в установленные сроки. Дополнительно территориальными органами Пенсионного фонда проводятся индивидуальные разъяснительные мероприятия, в частности проводятся беседы по телефонной связи, информируются граждане о своих правах и о сроках обращения. Полагаем, что в установленные сроки граждане дополнительно обратятся, кто есть и вид желания получить эти выплаты. Существуют нормативные материалы, которые определяют сроки, которые определяют право этих граждан. Если в установленные сроки население не обратилось и не воспользовалось своим правом, соответственно, оно уже в свое действие теряет эту норму. В республике продолжает свою работу полуфинальный этап проекта главы Карачао-Черкесии «Кадровый резерв». О целях, значимости и о необходимости его формирования, а также насколько он реален и где гарантия того, что будет проводиться честно, расскажет Альбина Ламкова. Проект «Кадровый резерв» – это открытый конкурс для жителей республики, который реализуется с февраля этого года. На начальном этапе онлайн-тестирования из 227 человек прошли в полуфинальный этап проекта главы Карачао-Черкесии 160 участников. Сейчас они по установленному графику проходят контрольное тестирование. Таким образом, выявят талантливых людей-единомышленников, способных решать проблемы и предлагать лучшие варианты. Проблема может быть одна, но взглядов на нее множество. И путей решения также. Поэтому основная задача проекта «Кадровый резерв» – объединить людей вокруг одной темы и обучить их навыкам работы в команде при написании проекта, который в идеале, в короткий срок, может быть реализован на территории республики, а может и в масштабах страны. Начальник дирекции «Кадрового резерва» Ибрагим Татаркулов говорит о том, что основной принцип конкурса состоит в прозрачности и открытости. За счет чего она обеспечивается? В первую очередь за счет того, что действуют две платформы – кадры КЧРРФ и кадры КЧРР.РФ. Участники, которые в феврале месяце подавали заявки, все они подавались электронно через платформу кадры КЧРР.РФ. Следует обратить внимание на то, что требования при подаче заявки были формальные. Это 21 год возраст. Помимо этого, законченное высшее образование, отсутствие непогашенной или неснятой судимости. Также, помимо этого, следует обратить внимание, что вторым этапом это было онлайн-тестирование. Онлайн-тестирование также проводилось через платформу, которая в свою очередь является инновационной для КЧРС.РФ. Регистрация, инструктаж участников первой части полуфинального этапа проекта главы КЧР «Кадровый резерв» проходит строго по графику – 90 минут для решения вопросов по всем блокам контрольного тестирования. Ходят по тем же самым блокам, по тем же самым направлениям. Единственный вариант тестирования – он любой другой, кроме того, который был в первый раз. За счет чего это обеспечивает? За счет того, что каждому участнику присваивается уникальный идентификационный номер, по которому тот вариант, который они получили в первый раз, не получают при дальнейших прохождениях контрольного тестирования. Затем, следующий этап – это второй подэтап полуфинального мероприятия. Он проводится при привлечении специалистов Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Также, помимо этого, Высшей школы экономики. При этом следует обратить внимание, что комплекс оценочных мероприятий имеет отношение и Санкт-Петербургский госуниверситет. Нужно отметить, что сама процедура прозрачности обеспечивается тем, что при прохождении контрольного тестирования, так же как при онлайн-проверке, участник получает свои результаты моментально. А вся процедура конкурса ведется в прямом эфире. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Детский развлекательный центр Звоните! Плюс 7 928 390 43 49 Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Стать отцом легко, но вот быть отцом – это совсем другое дело. Современные мужчины, мы инфантильные, да, мы как бы безжим ответственности. Чтобы мужчина взял на себя ответственность семьи и отцовства, он действительно должен повзрослеть и не только посидеть, но и внутри, что очень часто не соответствует. Для меня эта ответственность – знак равно счастью, потому что я счастлив быть отцом своих детей. Отцовство – твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру С 21 по 28 августа оплачивайте путешествия по России картой платежной системы МИР и получите возврат до 15 тысяч рублей. Для этого зайдите на мирпутешествий.рф, выберите регион и воспользуйтесь предложением туроператоров или отелей, участвующих в программе. Все подробности на мирпутешествий.рф Вы знаете, что теперь в налоговой инспекции можете моментально решить проблемы с обслуживанием, оставить свой отзыв и оценить качество услуги. Для этого используйте специальную ссылку или QR-код, которые размещены на информационном стенде, а также QR-код на талончике с номером на обслуживание. Отсканируйте код при помощи вашего телефона или планшета любой программой для чтения QR-кодов. Укажите услугу, выберите смайлик, введите сообщение и отправьте его. Сообщение мгновенно поступит непосредственно руководству инспекции, и вам оперативно будет оказана помощь. Длинная очередь, недостаточно посадочных мест, другие проблемы. Используйте QR-код. Попробуйте. Это быстро, просто и удобно. Так, сегодня отрабатываем подачу. Меня никто не понимает. Как же меня это бесит? Да разве это проблемы? Вот у меня на работе реальная проблема. Я некрасивая, меня никто не замечает. Я уже взрослый. Хватит меня контролировать! Давай это обсудим. Не пропустите сигналы агрессии. Успейте заметить, о чем молчит подросток. Ваш помощник портал яродитель.ру С 21 по 28 августа оплачивайте путешествия по России картой платежной системы МИР и получите возврат до 15 тысяч рублей. Для этого зайдите на мирпутешествий.рф, выберите регион и воспользуйтесь предложением туроператоров или отелей, участвующих в программе. Все подробности на мирпутешествий.рф Будут ли торжественные линейки в школах в день знаний? Как изменится система образования в этом году? Какие меры социальной поддержки окажут педагогам? Эти и другие вопросы обсудили в правительстве республики на августовском совещании педагогических работников. С подробностями Али Баташев. Торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех школах республики. Республики в обычном режиме, но с соблюдением санитарных норм, отметил первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Руслан Тамбеев, открывая совещание. Система образования нашей республики к 1 сентября готова. То, что оперативный штаб, глава республики, принял решение, что мы будем обучаться в обычном режиме. То, что проведем линейки для первоклассников, проведем для 11-ти классников, потому что для них это праздник. И для первоклассников, когда идут в первый класс, это такое событие, которое нельзя пропустить. Поэтому мы сделаем. Но прошу вас соблюсти все необходимые санитарные требования, не проводить массово, допустим, по 3-4 класса. Этот год объявлен главой республики Рашидом Темризовым. Годом образования. Приоритетом является забота о будущем поколении, улучшение качества и доступности образования, усиление воспитательного процесса в учебных заведениях. С 1 сентября все школьники республики будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Более 2000 классных руководителей получат федеральную прибавку в размере 5000 рублей. До 2021 года в республике планируют построить 3 новых школы на 1925 мест. С 1 сентября начнется реализация программ воспитательной работы. Это подчеркивает не какая-то дополнительная бюрократическая нагрузка на учителей. Это, мы считаем, оптимизация и упорядочение всей работы. Школьники должны знать историю нашей страны, любить свою малую родину и большую, уважать следственников. Ну, это те, наверное, нравственные принципы, которые присущи человечеству. И, конечно, за эту работу дополнительную, неотъемлемую свою, классные руководители с нового учебного года получат дополнительную выплату в размере 5000 рублей. Все абсолютно классные руководители в количестве 2070-93 классных учителя эту выплату будут получать. Труд педагогов республики во время пандемии получил высокую оценку на федеральном уровне. У работников образования республики была возможность стать виртуальными участниками федерального августовского совещания в Москве и задать свои вопросы. Благодарность учителям выразили члены правительства, министерств, ведомств и общественных организаций республики. Лучшим были вручены нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения» Российской Федерации, грамоты Народного собрания Карачаева-Черкесии и другие награды. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. Сотрудники республиканского отделения Общероссийского народного фронта и специалисты профильного министерства дали разъяснение, кто же все-таки должен покупать рабочие тетради для школьников и нужны ли они на самом деле. На обсуждение побывала наша съемочная группа с подробностями Мурат Джанкиозов. Как только заканчивается учебный год на родительских собраниях, обсуждается целый список того, что нужно купить к следующему году. И, как правило, в этом списке рабочие тетради. Это фактически методическое приложение к учебнику. Если школа указывает их необходимость, значит, именно она и должна обеспечить детей этими тетрадями. Рабочие тетради, они не обязательны. Рабочие тетради, если утверждается образовательной организацией, то образовательная организация обязана обеспечить обучающихся этими тетрадями. Но ни в коем случае родители не должны беспокоиться о том, чтобы их обеспечить этими тетрадями. Итак, школа сама определяет, есть ли возможность конкретному учебнику купить рабочие тетради. Проведенное недавно анонимное анкетирование среди педагогов республики выявило довольно интересную картину. По результатам этого анкетирования выявилась такая проблема. Почти в 90% анкет был поднят вопрос о том, что необходимо приобретать рабочие тетради дополнительно к тем учебникам, которые предоставляются, и это выходит в достаточно весомую для семьи сумму. Рабочая тетрадь помогает экономить время, способствует углублению знаний ученика, и это незаменимый помощник при подготовке к экзаменам. И они того стоят, но довольно дорого. В настоящее время это очень дорого. Родителям на плечи родителей сегодня перекладывать это очень неправильно и не нужно. Никакие сборы, никакие покупки учебников, учебных пособий родителями производиться не должно. Все должна школа обеспечить. Давайте не забывать о том, что, к сожалению, вот эта история с коронавирусом многие наши семьи поставила на материально очень зависимое положение, тяжелое. Поэтому 2, 3 тысячи, 3, 500, вот те цифры, которые озвучивают родители, это достаточно весомые цифры для наших семей на сегодняшний день. По итогам экспертного совещания в правительство республики будет направлено письмо с тем, чтобы рабочие тетради, которые действительно необходимы в процессе обучения, предоставляли школами, а не приобретались за счет родителей. Мурат Шинкёзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Представители мэрии Черкесска совместно с сотрудниками МВД провели профилактический рейд в Центральном парке Республиканской столицы. Предметом внимания проверяющих стали уличные аттракционы, которые установлены прямо на пешеходных дорожках. С подробностями наш корреспондент Мурат Шинкёзов. В теплое время года на территории Центрального сквера с завидным постоянством появляются различные детские игровые аттракционы. Это батуты, установленные прямо на газоне. Это детские игровые автомобили, которые кружат, не рискуя ненароком сбить пешеходов и самых маленьких посетителей парка. Профилактический рейд состоялся на основании многочисленных жалоб. Люди просят разобраться с тем, законно ли организована торговля развлечениями. В соцсетях постоянно люди обращаются с жалобами, с обращениями на то, что в сквере невозможно спокойно пройти, отдохнуть, так как вы сами видите, что огромное количество машинок по прокату, батутов и так далее. В ходе проверки хозяева торговых точек не смогли предоставить необходимые документы и разрешения на установку батутов и прокат детских автомобилей. Мало кто знает, но операторы подобных устройств нарушают правила санитарного содержания и благоустройства города. Однако, как говорят сами предприниматели, в целом они находятся здесь на законных основаниях. Мы открыли свое ИП, и каждая точка имеет свое электричество, и стоим на законных условиях. Но мы чуть-чуть нарушили, поставили батуты каркасные. Вот из-за батутов теперь приходит торговый отдел. Но, тем не менее, горожане приходят, которые бабушки не могут спуститься на Зелёный остров. Они приходят и говорят, что как спасибо вам большое, что вы здесь поставили развлечение для детей. В ходе проверки установлено, что у тех, кому принадлежат аттракционы, нет разрешительной документации для занятия этим видом деятельности. Сегодня мы предупреждаем всех тех лиц, которые осуществляют сегодня деятельность, по данному факту, что если они будут продолжать осуществлять свою деятельность, к ним будут применены меры административного взыскания. Все владельцы аттракционов предупреждены о запрете на занятие подобной деятельности на территории Центрального сквера. И, как нам стало известно, сразу после рейда предприниматели обратились к мэру Черкесска Алексею Баскаеву с просьбой войти в их положение. По итогам обращений им дано время, до конца сезона, чтобы направить предпринимательскую деятельность в законное русло. Мурат Шантюзов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкисия. Наша республика богата яркими и талантливыми людьми, которые снискали себе известность в других регионах нашей страны. С одним из таких сегодня нас познакомит наш корреспондент Альбина Ламкова. Каждую свою роль артист-вокалист Максим Колесников проживает на сцене. Все эмоции пропускает через свою душу. Сам актер – искренний человек. Об этом говорит открытая улыбка Максима и доброе отношение к миру. После окончания школы в Черкесске он получил среднее специальное образование повара. Затем в Пятигорске поступил в институт по специальности инженер-технолог. Учащив в ВУЗе, Максим стал дружить с ребятами из музыкального театра Пятигорска. Друзья часто приглашали его на постановки, но он отказывался. А перета «Сильва» стала первая, которую Максим увидел, и после чего театр стал его жизнью. Они меня затащили. Все это была любовь с первого взгляда. И вот, наверное, загадывать нельзя, но мне кажется, что на всю жизнь. По крайней мере, 20 лет этот роман длится. Максим начинал свою работу в музыкальном театре Пятигорска. Затем его пригласили работать в Хабаровск. И уже пять сезонов он служит в музыкальном театре Иркутска. В Сибири Максима коллеги встретили с теплотой. Что не скажешь о климате. Там, конечно, попрохладнее, мягко говоря. Суровый климат, конечно, для нас. Но ничего, человек привыкает. Первый год это была вообще чистая вода и романтика. Потому что, когда видишь сугробы и минус 40, удивляет. По родным местам, по Черкесску, а особенно по людям, Максим скучает всегда. В каждой роли он увидит родного человека, которого так часто вспоминает. У меня даже есть диплом на одном конкурсе, где я выбрал, значит, на конкурсах можно выбирать. Я был прописан тогда еще в Черкесске. Я служил в Пятигорской оперете. И у меня было право выбора, что писать, какой город. И у меня вот записан город Черкесск тогда еще. По родственникам у меня мама осталась. Здесь у меня брат, здесь у меня сестры, здесь тети, племянники. Предпочтений героев нет. Я артист и люблю играть все. Но тут же Максим добавил, что судьба его балует. И его театральная жизнь насыщена приятными сюрпризами, о которых актер и не мечтал. Это вот в Иркутском как раз театре. Это огромная актерская удача, чего никогда не мог предположить, что когда-то буду играть роль Василия Кузякина в спектакле «Любовь и голуби». Это всенародно любимый фильм. Максим говорит, что работа в каждом театре – это неоценимый опыт. В Пятигорске было много классики. Переиграл все опереты в этом жанре. В Хабаровске и модерн, и рискованные роли. А Иркутск – это меньше классики, но герои остро характерные, вплоть до милых бабушек. Ой, а кто это там идет-то? Женька что ли? Женька, заходи, Женечка, ждали тебя. Главное для артиста-вокалиста – голосовой режим и постоянный тренинг, отметил Максим. Связки – те же мышцы. Как и у спортсменов, они должны быть все время разогреты и без перерыва работать. Это тяжелый и упорный труд. Хотя поначалу и всерьез его работу в театре никто не воспринимал. Я брат даже старший. Когда я только начал служить на театре, он все время с таким скепсисом. Ну что это работа? Что-то придумал артистам. И только когда попал на спектакль, посмотрел, он говорит, господи, какой адский труд. И, конечно же, мечта Максима – прилететь с гастролями к себе на родину. И он верит, что его надежды воплотятся в жизнь. Альбина Ламкова, Расул Бердеев, Вести, Карачаева, Черкесия. Побывать в тундре, не выезжая из Карачаева, Черкесии. Чтобы узнать, насколько это реально, и, конечно, показать вам этот сказочный лес, и рассказать любопытные факты, связанные с этой местностью, съемочная группа Вестей отправилась в путь. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Вот и солнышко заглянуло в этот тенистый сказочный лес, где царит папа, родник. В Гуначхирском ущелье есть загадочное место, где остаточное формирование горного рельефа образовали интересный ландшафт. В связи с последними сильными землетрясениями, особенно известные землетрясениями 1802 года, но эти камни, конечно, сверху обвалились гораздо раньше, примерно в середине 15 века. И сорвавшись вниз, эти огромные камни формировали своеобразный лабиринт, а климат здесь напоминает тундру и связан на это с особенностями этой местности. Впереди по солнцу у нас гора Буульген закрывает лучи солнца вот в это место. Особенно в зимнее время сюда даже лучик не попадает, прямой луч не попадает. То есть зенит солнца настолько низок, что гора перекрывает. Из-за сырости, недостаточного количества солнца и наличия рядом реки образовалась здесь растительность, характерная для тундры. И можно увидеть в этом лесу мох норвежский, еловидный и обыкновенный. Ступаешь по земле – ощущение, как идешь по мягкому ковру. А образовался он из густой растительности. Еще одна интересная особенность здесь – чувствуется какой-то странный и непонятный холодок. Прохладно, да? А здесь прохладнее. Туда дальше прохладнее, прохладнее. Опять-таки разломы вечной мерзоты здесь недалеко под нами. Часть дороги по лабиринту мы уже прошли, но чтобы преодолеть весь этот путь, местами надо идти через сквозные пещеры. На улице жарко, здесь очень даже прохладно, свежо. А чтобы подняться, тут, видите, уже нужно держаться замок, чтобы не остаться там. Какое-то царство волшебное. Наблюдая этот необыкновенный ландшафт, различные растения, мы продолжаем свой путь. Ведь интересно и любопытно пройти его до конца. И вот впереди еще одна пещера. Она просторней предыдущей. Еще с советских времен Альбек Аджиев работал в бюро путешествий и экскурсии. И оказывается, раньше туристы, идущие по 43 маршруту через горы к морю, останавливались здесь на ночлег. По пути в лесу нам встречались грибы, маховик, а вот и лисички. Далее направляемся за нашим гином Альбеком Аджиевым, жителем Сибирды. Без него здесь легко заблудиться. Вы местные называете это место? Я называю это из-за сказочности Берендеевка. Наше небольшое путешествие в сказочный лес длилось не более 15 минут. Но впечатления останутся надолго. Аладинаева Алибастанов. Вести. Крачево-Черкесия. Гуночхирское ущелье. Ловись рыбка большая и маленькая. Рыбалка летом может стать не только одним из видов отдыха, но и увлекательным спортивным состязанием. Открытый чемпионат по рыбной ловле прошел в Прикубанском районе. С подробностями Али Баташев. На таких соревнованиях нет спортивных арен и криков болельщиков. Окружающую тишину нарушают лишь ветер, всплески волн и радость от улова. Пока я иду. Фотографируй быстрее. Открытый чемпионат по рыболовному спорту в дисциплине ловля донной удочкой собрал 20 участников из Крачево-Черкесии, Чеченской республики, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского края. Два тура соревнований прошли в один день. Несколько раз шел дождь, но это не остановило участников. Спортсмены ловили ножевые приманки. Разрешалось использовать прикорм. В зачет шло не количество рыбок, как в спиннинге часто бывает, а общий вес. Поэтому, когда у меня спрашивают, а какую самую крупную рыбу поймали спортсмены? Да никакую. Задача спортсменов была поймать большее количество рыбы по весу, а не одну большую. Поэтому они стремятся поймать маленьких рыбешек, но много. Тем самым опережая соперников. Для спортсменов каждая выловленная рыба – шаг к победе. Водоем по мне нормальный. Рыба клюет. Минус холодный ветер. А так все отлично, все замечательно. Подплевки есть, рыба есть. Все нормально. Все по плану. По итогам чемпионата среди команд лучшей признана КМВ «Фишерс Клуб» из Ставропольского края. На втором месте «Голдфиш» из Черкесии. На третьем команда из Чеченской республики. Победителем в личном зачете стал спортсмен из Северной Осетии Олег Абаев. Второе место завоевал Александр Моторный из Невиномыска. На третьем наш земляк из Черкеска Евгений Третьяков. Кроме традиционных кубков, медалей и дипломов победителей ждали ценные призы от магазинов. Рыбачок черкесской и поклевка армавира. Али Баташев, Сергей Бугаев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание. И пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова